Здорово, Лирик! Здорово, Мирка! Здорово, Марсик! Что ж, ждете меня? Видели, сидят вот здесь вот и ждут, когда же я выйду из дома. Вышел, радость проявляет. Лирик тоже осмелел, Жорика нету, а у нас дождик был и червячки, вот червячок, вот червячок, на рыбалку надо идти. Немного пасмурно, чуть-чуточку, зато у нас, смотрите, розы какие. Видите, какая-то болезнь напала на розочку. Вот на меня нападает, нападает, она вот буквально прям, знаете, не просто так, ну на лапке, она подпрыгивает на метр. Марсик, а ты что там, червяков ешь, что ли? Что там у тебя во рту? Что-то зажевал. Ну, Марсик так не делает, а Мирка делает, прыгает вот сюда прям, ну метр. Да она запрыгивает вон на стол свободно, если стул не задвинуть, Мирка там будет. Ну что, Лерок, ты тоже пойдешь с нами в сад? А, Леруха? Сад открытый, пожалуйста, идите. Ну, им нужен проводник. Марсенчик, ну что, соскучился по работе? Пошли у нас изменения. Теперь Марсик идет первый, видите, Мирка прожевала каким-то образом. А я же теперь буду ходить вот мимо деревов, которые мы посадили, ивушки, и наблюдать за ними, как они. Мы вчера только посадили, а сегодня уже вон я хожу смотрю. Ну, листик это остался, должны вот почечки пробиваться пока. Вот, видите, почечка первая. Вот она почка, или это просто... А я наблюдаю. Я пришел посмотреть, удачно ли здесь сделана развилка. Видите, вот это место должно быть не острое, не под острым углом, а вот под таким. Тогда она не обладает. Вот это самый удачный узел. А когда острые углы, ну, у меня таких нету, хорошо, повезло. Марсик, и что ж ты по мокрой траве ходишь? Гляньте, у нас вон, видите, дождем повалило траву. Вот, смотрите, видите? Вот он, дождик прибил, как намочил травушку-муравушку. Ворота открыты, и драться нет повода. Видите, Мирка, вон, знаете, суетится. Ну, как же быть, знаете, а? Ну, закройте я ж. Давайте я закрою. Мирка, иди. Иди быстрее. Иди быстрее, Марсик. Быстрее. Вот, создал ситуацию. Марсик. Марсик. Да лапка. Марсик. Во, 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 во. И ты иди. Быстрее проходи. Быстрее. Лирик. Ну, видишь, Мирка за тобой пробежала. Боится в узкую щель проходить, потому что тут Мирка его может поймать, а когда... Ворота широко открыты. Лирик себя чувствует, знаете, где? Вот здесь свободно. Вот здесь, вот в этом месте. Он еще может, ну как, получить нападение от бульдогов. Вот здесь вот. Здесь узкое место. Он как стратег. Он себя чувствует только тогда, когда вот здесь уже. Тут уже его не достанут бульдоги. Вот. Видите, он спокойно, осторожно. Сейчас как? Рванет. Или по дорожке. Вот по той дорожке любит. Равка мокрая. Но сейчас... Сейчас и Лирик рванет. Он с нами не пойдет. Он выходит немножечко. И потом по своим делам. А помните так же. Надо же сад пометить. Что это мой сад. Этот Лирик. Купаться он сегодня не будет. Может быть, после обеда. Ветерок. Небольшой. Ветерок. Ветерок. Ну, как я уже несколько раз объяснял. После дождя, мне что нравится. Ну, как минимум полдня. Ни один триммер не жужжит. Так, я пока рассказываю что-то. Немножко сделаю доброе дело. Это вот, ну, время, когда я наслаждаюсь. Это после дождя. Вот, видите, что у нас тут. Гляньте. Вот это вот, результат цветения киевы. Смотрите. Во. Вот это, видите, что происходит. Вот сколько всего. Я пока веду репортаж. Ну, хоть что-то сделаю какое-то доброе дело. Вот. Видите. Сейчас. Еще немножко. Вообще-то это надо включить просто в воду. И она сама выйдет, вот эта вся муть. Ну. Вода эта пока будет. А я вот уже рядышком. По крайней мере. Все. Совочек. Совочек. Сочочек. Надо на место. Все. Разбежалась вся команда. Я, наверное, пройду здесь вот по дорожке, по скошной траве. Все. Потому что везде сыро. Ну, после дождя мне нравится ходить. А тут уже, вон у нас. Видите, что происходит. Завтрак. Завтрак, клубнички. Все. А зачем нам какая-то компания? Все. А ну-ка, выходи. Ишь ты. Лицензия есть у тебя? Вот что делает, а. Не ходи лобками. Только по дорожке. Топчете. Вот пусти. Видишь, таких вот. Аж хрустит идет. Вот так ходи, да, по дорожке. Ладно, ешь клубничку, кто ж против. Но только по дорожке. Лапками не ступай, сказал. Вот так. Слушай. И зеленую не ешь. Клубники в этом году много. Гляньте. Смотрите. А этот не естся. Этот. Но я сейчас не буду собирать клубнику, потому что она, видите, на сырой земле. Пусть подсохнет немножко. Вон ее сколько. Так что мирка у нас не обделена подножным кормом. Вон. Придешь так собирать. Гляньте. А там уже кто-то побывал. И знаете как? Табличка. Здесь была мирка. Ну что, пошли. Пойдем. У нас тут редиска уже. Показать какая редиска. Да пожалуйста. Гляньте. О, какая редиска. Да и тебе на зачем. А ну-ка уйди с грядки. Уйди сейчас по жопе получишь. Вот так вот. Вот тебе просто показываю. Видите какая. Пойдем посмотрим, что еще тут у нас. Небо какое красивое. Небо какое красивое. Тучки бегут. И в неделю, наверное, дождей не будет. Через три дня обещают ветер. А мы чтобы с собой не носить. Вот у нас для этого стол. Контейнеры здесь лежат. Там работа идут. С тачками. Там Женя. Серега Щебень возит. В теплицу. Работа идет полным ходом. Марсик. Ну не ходишь ты по земле. Что ты там. Вот с одной стороны. Из-за этого я и не хочу пускать лишний раз их. Топчет. Ну хотя опять же пускать. Сад был открыт. Видели? Просто стоило мне попасть в сад. И тут же все. И они здесь. Сейчас я уйду и они со мной уйдут. Так что закрывать сад нет смысла. Просто это мне надо ходить. И понимать, что если я иду в сад, то они тоже пойдутся у нас. А это дудочки. Помните мы пели с Владимиром Федоровичем? Делали такие. Сейчас у меня руки заняты. камеры. Я одной рукой не могу это сделать. Дудочку. Да. Я же собирался подойти к челесне. Теперь мы вот здесь. Видите? Оливик здесь промышляет. И Мирка здесь. В этот раз черешни мало нападала. Я им немножко помогу. Лерочек. Гляньте какая. Вон видите. Черешня. И Масик подтянулся. На. Вот я вам. На. Я ж ты. Мирка. И тебе тоже. На. Мирка прямо из дерева может есть. На. Помогу. На. Мирка. Мирочка. Я тебе чего не дал. Ага. И тебе тоже. На. Ты справляешь, что тебе в будку все доставляет. А тут самому приходится. Ну. Знаете, что меня успокаивает? То, что они едят, а косточки выплевывают. Вот это мне успокаивает. Черешни, конечно, полно. Тут уже жалобы пошли в мою сторону, что я дразню человечество. И кто-то говорит, у нас черешня по 400 рублей. Кто-то по 350 рублей. А кто-то говорит, по 450 рублей. Земляне. А у нас бесплатно. Приезжайте. Приезжайте бесплатно. Поедите черешни. Гляньте. Ну. Отдадите 10 тысяч там за самолет. Или там 3 тысячи за билет на поезд. Ну и что? Это только в одну сторону 3 тысячи. Три обратно. И выйдет вам черешня. Не 400 рублей. А 4 тысячи килограмм. Так что любуйтесь и экономьте свои финансы. И покупайте то, что у вас есть в магазине. Ну понятно, что у вас там не особо вкусная. Жалуются многие, что вкуса никакого. А почему вкуса нет? Потому что черешня это такой быстро пропадающий плод. Ягода. И чтобы ее довезти куда-то далеко. Надо или на самолете это делать. Или рвать ее полузеленую. Чтобы она там как-то доходила. А что она будет доходить? Черешня не доходит. Это не помидоры. Лирик на солнышке пригрелся. Но он ждет, наверное, когда же я ему сорву. Сорву и принесу. Ну, Алирочек, с доставкой тебе вот. Еще такой же лобочек, чтобы открыть и в рот засыпать. Еще надо бедненькому мучиться. А тут еще конкуренты. Пошел в сторонку. Он понимает, что еда это провокация драк. На, на, на. Вот вам всем. И не надо ни у кого отнимать. На, вот это закопай. Сходи, закопай куда-нибудь. Под дерево. После дождя она немножко водянистая. Надо, чтобы хотя бы полдня сейчас она в сухом побыла, набрала сахаристости. Сейчас погода, видите, распогаживается. Облачка уйдут. Солнышко выглянет, пригреет. И черешенка будет набирать сахаристость. А это у нас вот уже, видите, поздний сорт. Это уже будет желтая. Потом розовая. В общем, здесь, видите, такая вот. Но это поздний, это будет еще неделю где-то. Вот видите, сколько деревьев. Вот одно дерево. Второе. Третье. Четвертое. Пятое. Шестое. Седьмое. Семь черешин. Эх, можно было ее по почте бы, черешню пересылать бы, а земляне. Я бы просто сидел бы, по ссылочке запаковывал бы. Ну что мне? Мне не трудно ее рвать. А ее рвать-то, смотрите, вот протянул руку. Вот так. Раз. И полное жменье, видите, черешни. Еще раз протянул. О, еще больше. Ну, давайте, получается, что марсик за вас будет отдуваться. А вы смотрите. Ну и не надо на меня жаловаться, что я способствую слюновыделению. Непроизвольному. А кто-то говорит, а я насмотрелся ваших роликов и побежал в магазин. Купил там никакой черешни. Ну, а что делать? Хочется. Хочется. Я вот, например, клюквы никогда не ел. Как ее? Какая она? Да и грибов особо-то не объедался. Вот только здесь вот, закрученные в баночках. А так, чтобы пойти в лес, такого не было. Поэтому вы завидуете вот моей черешне, а я завидую вашим ягодам, которые есть в лесах. грибам, меду, который там у вас производится. Вот мне Наташа Белова презентовала трехлитровую баночку меда. Я до сих пор ее ем. Каждый день я съедаю по ложке перед обедом. Вот у меня еще там осталась третья часть баночки. у нас такого меда нет, как у них. У них там, конечно, медовый край. Столько трав. Мы когда были летом в Нижнем Новгороде, то там я просто был поражен обилию трав. вот смотрите, видите, вот она целая кисточка. Вот я раз и сорвал. А эту зелененькую выкинем. И смотрите, сок, видите? Ну что, предаться извращению. Смотрите. Смотрите, что делает Александр Дог. Смотрите, какой дождь он устроил. Гляньте. О, видите. Вот как. Сейчас жалобы посыпятся опять. Скажет. Ну все. Все. Достал. Достал он своей черешни. Разве так можно, земляне? Ну она упадет. Она упадет. Она, смотрите, она будет лежать на земле. Ну что делать? Да, конечно, вот так вот. Виктория рассказывает, когда она приехала с Камчатки, вот, увидела, что абрикос растет на улице. Вишни растут. Яблоки. Она не могла представить. Как это так? Все растет. Можно собирать. Не надо ничего платить. А на Камчатке-то вообще все дорого. И, конечно, она первое время объедалась и сидела на унитазе долго. Ну это история. Ну что, земляне, ну вот. Чтобы было более наглядно. Смотрите, что мы делаем. Красим лестницу. На. Ну как ты будешь? На, облизывай. Во. Сейчас мы сделаем. А как же я сделаю? Как же я сделаю? Мне же надо, знаете что? Надавить сок. Выкинуть. Как же им? Вот. Вот так. О, Мирочка. На. Вот тут немножко соку собрал. Иди ты, обрежи. Хоть напою. А еще березовый сок у вас там тоже в изобилии. А у меня что там? Десять березок. Не, не десять. Двенадцать березок. Дырочек. А ты тут тихонько, да? На. Ешь. Подальше спрятался от буликов. Сейчас он. Он ждет, когда я уйду. Он начнет закапывать черешню. А я вчера смотрю под этим деревом черешню. Думаю, надо же как ветром отнесло. Потом смотрю под этим кустом тоже черешня. А это Лерочек носит. Смотрите, какая крупная. О, какая, знаете. Носит и закапывает. На. А это у меня корзинка для сбора черешни. На шею вешаю и лесу собираю. Ну что, земляне, заканчиваю я репортаж на такой вот красивой кисточке. Видите, как будто бы виноград. Ну, может быть, кого-то я совратил. Он возьмет и побежит, и купит черешню. Ну и пусть. Ну что поделаешь. Ну не обижайтесь на меня. Я от чистого сердца. Я от чистого сердца. на. Showed it. Смотрите. Подписывайтесь на мой канал.